Начинаю эту жизнь Диа ия, диа ия На федерах, их билден с миша You and I, forever just you and I From now on, we'll fight together for all Что смотришь? Снова вообразила себе сестру-блогершу из Нью-Йорка Чтобы к завтрашнему дню домашняя работа была готова Упс Привет, ребят, что делаете? Привет, сестренка Привет, а ты выросла? Слышь, тебе что, малый старшеклассниц? Не лезь к ней Соня, ты что, эту тетрадку уронила? На, держи Дорогая, ты завтра эта тетрадка принадлежит на мне, а Сидоровой Кстати, там как раз задание по английскому языку Попросишь свою сестру из Америки помочь тебе Кать, у тебя же твоя сестра в Америке? Да, двоюродная Ага, и двоюродная в Париже Побольше слушай ее Кто здесь сестру там Сидорова себе нашел? Даже не знаю То ли блогерша, то ли пеница такая-то американская Сидорова себе нашла Сидорова себе нашла Сидорова себе нашла Привет, Катюш, как дела в школе? Все нормально Ты голодная, дочь? Да Ну давай, иди мой руки, я тебе погребу кушать Мам, я хочу у тебя что-то спросить Почему наши родственники с Америки Не хотят с нами общаться Катюш Катюш, мы с ними перестали поддерживать связь более десяти лет назад Спасибо Ты знаешь, это вот последняя весточка, которую мы получили от отца Мишель Мы обе с Натальей ждали в тот момент детей, когда Андрей увез ее в Америку Было очень сложно прощаться с любимой младшей сестрой В те годы было практически невозможно получить визу Да и зацепиться там тоже было невозможно Если бы я знала, что так все получится Что она погибнет в природах В этой больнице для эмигрантов, где никому не было до нее дела Я бы костьми легла, но не отпустила ее туда Андрею государство выплатило компенсацию за потерю супруги И вскоре после этого его жизнь в Нью-Йорке стала налаживаться Он открыл бизнес и очень быстро встал на ноги Первое время мы с ним поддерживали связь Я просила его отдать мне Мишель на воспитание, а не держать ее с няньками Потому что он был очень занят, у него не было свободного времени Доченька, я неоднократно пыталась открыть визу, чтобы навестить Мишель в Нью-Йорке Но у нас не было просто на это никаких шансов А потом мы в последний раз общались с ним, когда Мишеле исполнилось 6 лет И вот он прислал эту фотографию с ее дня рождения Я разговаривала с ним по телефону и просила его дать мне трубку Поговорить с Мишель, но он отказался И поэтому я поняла, либо он стесняется своих русских родственников Либо по каким-то другим причинам не хочет, чтобы знали о нашем существовании Доченька, ты что не кушаешь? Все стынет Давай кушай Короче, слово за слово мы с ним переругались Переругались и обвинила его в смерти Наташи Конечно, я погорячилась, но так произошло И больше мы с ним не разговаривали по телефону Он не звонил, я пыталась позвонить по тому номеру, что знала, но он был отключен У меня не проходит, чтобы я не думала о Мишеле Как она, где она, что с ней Но я уже ничего не могу изменить Что было, то было, остается только надеяться Мам, я должна тебе кое-что показать Я случайно наткнулась на один музыкальный клип одной певицы И начала искать ее в других соцсетях Когда смотрела на инстаграм, я увидела это Да она вылитая Наталья Как такое возможно? А ты пыталась с ней связаться? Да я уже на протяжении месяца пишу ей в директ Она не отвечает и не прочитывает мои сообщения Как ты думаешь, она знает, что молния есть? Ой, я даже не знаю А можно я гляну на ее фотографию? У тебя есть ее фото? Боже, какая красавица Да, красиво Как она уникала уничтожения? Как она уникала? Рецепт? Да, все серьезно Это идет хорошо Что она сказала в школе? Наковано она была уникальной в семье Да, это правильно А что в year? В чем больно? Я хочу отзываться Я не знаю, что ее папа хочет szпостой И я уверен, что она будет домой в последний период She will go back to school. What will I tell the board in school? Let them know everything is fine and she will be in school very shortly. I will make sure she will. Thank you, Ms. Susan. I'll just be heading off. Thank you for calling and thank you for your concerns. She will definitely see you soon. Okay, and please relay my concerns to Michelle. Oh, sure. Thank you very much. Thank you very much. It was nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Like, what treatment was this one talking about? I'm sure this bitch is on drugs or something. I may just go and search her room. I may find something here. Oh, another Louis Vuitton belt. Oh, what's that? I won't be surprised if she hides drugs in her shoes. It might be a reason why she's not going to school. Oh, I'm sure this little bitch is hiding something. Oh, I'm so sick of her. Never saw such spoiled child in my life. Oh, if I could get in her computer. Look at her. She doesn't even hide her money. She's so spoiled. Oh, like, what could be her password? Maybe... Susan is a bitch. No. Maybe... I hate Susan. I don't believe this bitch is reading books. I may find something here. Oh, what's that? No way! Instagram! Oh! What's her nick? Where is my phone? Michel Canelli. Let's see what you have here. Oh, my God. So, that's what you do instead of going to school? Oh, your father is gonna love these pictures in bikini. Whoa, whoever doesn't consider shopping as a sport should think again. Yeah, they definitely should. I mean, I love walking in Central Park this time of the year. I know, it's so beautiful here. Soon, I will be plenty rich to get a place in one of those homes overclocking it. By the way, how are you running your negotiations with that PR agency? Oh, fine. I'm actually looking forward to start earning big money. They set a training period for the next three months, and I have to keep my Instagram looking perfect so that we can sign a contract. Has your dad still not found out anything about your secret social media life? No, it's actually funny because the other day, him, his bitch, and I went to a restaurant, and some girls came up to me asking for a picture, but I said that they mixed me up with some popular Nickelodeon actress. When are you coming back to school? Oh, fuck school. I don't know. I told Miss Carmel that I'm sick, and I've been doing photo shoots ever since to get my Instagram looking perfect. And how are you going to manage if your father finds out? I have to survive until I sign the contract and start making my own money, then I can rent out my own place, and he can stay at home with his bitch. I actually feel kind of sorry for your dad. He's paying a fortune for your school, expecting you to get into Harvard. Well, he can keep his ambitions to himself. I'm going to be a self-made woman. You're so determined and ambitious. It's any girl's dream to sign a contract with that PR agency. Yeah, but these kind of contracts are really strict. I have to post frequently and always be in New York with very short-term breaks live. Yeah, but what are the chances of anyone getting you out of here? Yeah, you're right. Okay, Michelle. Let's see how your school day went. Ugh, who's calling me again? Why does this bitch call all the time? I'm not ready to listen to her. Not that I'm ever ready to listen to her, but anyway. Hi, Susan. Hey, Michelle. How are you? Everything's great. I just finished school, and I'm going for a walk with Ed. Oh, great. And when are you going to be home? In about two hours. Mmm. See you soon. Either that woman is bipolar, or something is wrong. You're so grounded when your daddy comes home. I don't want to go home now. Let's go to a cafe, and I'll change into my new clothes, because the weather in New York is so unpredictable. I'm cold. Then we can go to the top of the rock, but I'm going to have to get another few casual pics there, which you're going to have to help me with, so I'm probably not going to let you go until the time your party starts. It's my heart, hope to die. To my lover, never lie. Said be true, I swear I'll try. In the end, it's him and I. He's out his head, I'm on my mind. We got the love, the crazy kind. I am his, and he is mine. In the end, it's him and I. He and I. I'm not speeding up her PCH, a hell of a ride. They don't want to see us make it, they just want to divide. It's 2017, Bonnie and Clyde. Wouldn't see the point of living if one of us died. Got that kind of style, everybody tried to rip off. Why a sub-dress under when she takes the mink off. Sook on her body, pull it down and watch it slip off. If I ever catch me, she and she would try to cut my... Andrew! You have no idea what I found out today. Just sit down and listen to me. Miss Carmel came today looking for Michelle and asking how her treatment was going. What are you talking about? What treatment? Seemingly she told her that she is sick and that's why she is absent from school for a long time. I got so terrified, there is something wrong with her. I had to search her room, I was so afraid she is on drugs. That doesn't sound like Michelle. She looks happy and blooming. Apparently. Our girl is living a secret life on internet. You know what? She is a popular blogger and a model. She has her Instagram account and while everyone thinks she is sick, she is just going around doing the bikini photoshoots. And look what I found in her drawer. She is willing to work for some kind of agency. She is willing to sign this contract. I told you, she is way too spoiled. And she will end up on drugs like the rest of them celebrities. What are you talking about, Susan? Hey, I'm home. Hey, I'm home. Hey, I'm home. I know you're out, your right family. I'll never leave the rest of it. Any bad stories are missing since theience of my teacher. You might wanna dance with me now, Субтитры сделал DimaTorzok